Привет, друзья! У меня сегодня для вас очень интересная тема. Знаете ли вы, что является одним из самых захватывающих жанров в мире компьютерных игр? Правильно, это песочницы. Именно в них мы можем почувствовать полную свободу действий и создать свой мир, где нет границ и ограничений. Сегодня я представляю вам топ-10 самых захватывающих песочниц для ПК. Пристегнитесь, потому что нас ждёт увлекательное путешествие по миру виртуального творчества. Survival Fontanion of You – игра, разработанная в жанре приключенческого экшена, где мы сыграем роль простого моряка, оказавшегося далеко в непростой ситуации. И теперь ему предстоит побороться за собственную жизнь. Отправившись в очередное плавание, твой корабль разрушается, и ты оказываешься на просторах неизвестного острова. С этого момента начинается выживание в опасных и непредсказуемых условиях. Первым делом отправляйся на исследование окружения, чтобы раздобыть ценные ресурсы на первое время и найти место для дальнейшего строительства убежища. Постепенно ты сможешь продумать план действий. Отправившись на охоту, исследуя многочисленные локации, разгадать тайны острова и открыть новые технологии. Не забывай об опасностях, которые ждут тебя на каждом шагу, в виде хищных животных, либо переменчивых погодных условий. В игре важно постепенно улучшать навыки, что позволит открыть доступ к труднодоступным локациям и преодолеть более сложные испытания на пути к заданной цели. Haven Dog – игровой проект, разработанный в жанре симулятора колонии, где мы отправляемся на просторы открытого океана, где создадим настоящий райский уголок. Сюжет расскажет о том, как судно главного героя потерпело крушение, но он решил не сдаваться и начал новую жизнь, сооружая комфортное и безопасное местечко. Ты начнешь с малого, используя подручные материалы и то, что сумеешь собрать в округе. Постепенно ты будешь набираться опыта и открывать новые возможности, всевозможные улучшения и новые здания, которыми будешь наполнять местность. Игра спокойная и умиротворяющая, позволит каждому расслабиться и насладиться интересным геймплеем. Главная цель – создать настоящий мегаполис, жителями которого станут такие же затерявшиеся на шлюпках, либо потерпевшие крушение люди. Разработчикам удалось внедрить в игровой проект разнообразные механики и открыть полную свободу действия для игроков. Визуальное исполнение хоть и простое, но оснащено реалистичной атмосферой, а потому ты сможешь в полной мере ощутить себя на месте главного героя. Z-Zone – двухмерная игра, разработанная в жанре песочницы, где мы отправляемся в мир, переживающий последствия зомби-апокалипсиса. Сыграй роль единственного выжившего человека и постарайся справиться с испытаниями в новых суровых условиях существования. Место действия – заблокированная карантинная зона, выбраться из которой возможно лишь по воздуху. Чтобы поскорее достичь цели, необходимо построить самолет, но ввиду ограниченного количества ресурсов сделать это будет не так-то просто. Главная опасность у тебя станут ходячие мертвецы и могущественные мутанты, на глаза которым лучше не попадаться, иначе ты в два счета распрощаешься с жизнью. Основное, на что нужно обратить внимание, это арсенал вооружения и необходимых ресурсов, которые ты будешь находить, исследуя многочисленные локации. Игра довольно динамичная и требует от тебя особой осторожности, хитрости, смекалки и навыков тактического планирования. Oxygen Fast Breath – стратегический симулятор, где мы в роли главного героя берем под свое управление целое поселение. На твои плечи возлагается ответственность за развитие огромной цивилизации, и ты начнешь с малого. Первым делом позаботься о модификации территории, обустраивая инфраструктуру и возводя необходимые сооружения. Важно постоянно прибавлять население в численности, что позволит увеличить рабочую силу и быстрее развиваться, делая необходимые запасы ресурсов, которые нужно научиться правильно распределять, чтобы добиться максимально эффективного прогресса. Игра наделена интересной сюжетной линией, которая отправляет нас на просторы мира будущего, и человечество оказалось на грани уничтожения из-за пробудившегося вулкана. Вся беда оказалась не в извержении лавы, а в глазах, которые стали стремительно распространяться по планете, унося тысячи жизней. Ученым удалось разработать специальные генераторы, и теперь тебе нужно развивать целую цивилизацию в новых, довольно трудных и опасных условиях. Hope You Mars The Game Игровой проект, разработанный в жанре симулятор, который предлагает нам с нуля создать собственную колонию. Сюжет расскажет о том, как планета Земля находится на грани полного уничтожения, и человечество приняло решение отыскать новый дом. Ты же исполнишь роль того, кто отправится исследовать космические пространства в поиске нового пристанища для людей. Как только нужное место будет найдено, принимайся за исследование окружения, добывай ценные ресурсы и определись местом, где ты обоснуешься. Задача не из простых, ведь на твои плечи ложится масса аспектов развития колонии, где важно следить за ходом строительства, делать необходимый запас ресурсов, справляться с окружающими угрозами, а также не забывать брать в учет пожелания будущих жителей, чтобы сделать их пребывание здесь максимально безопасным и комфортным. Kerbal Space Program 2 Вторая часть одного из лучших космических симуляторов, которая готова порадовать нас обновлениями и еще более динамичным игровым процессом. Ты встанешь во главе программы по освоению космоса, отправишься исследовать его бескрайние просторы, а также постараешься выполнить важные для цивилизации миссии. Изучая окружение, важно быть максимально сосредоточенным, чтобы раздобыть как можно больше ценных ресурсов и необходимых материалов для строительства. Создавать здесь как прежде можно все что угодно, начиная от мелких механизмов и заканчивая целыми космическими станциями. Освоение космоса задача не из простых, и подготовила для тебя немало всевозможных преград и опасностей. А это говорит о том, что тебе необходимо проявить отвагу, быстродействие и навыки стратегического планирования. Плазма. Интересная игра, разработанная в жанре песочницы, которая знакомит нас с миром инженерией. Мы становимся частью высокотехнологичного окружения, где нет места врагам, а основными обитателями являются роботы и всевозможные механизмы. Перед тобой стоят несколько задач, выполнить которые ты сможешь, правильно комбинируя компоненты одни с другими, заполучая нужные атрибуты для успешного завершения миссии. Важно проявлять смекалку для решения головоломок, а также не обойдется без полета фантазии, которая позволит тебе создать совершенно уникальные механизмы. Отдельно стоит отметить наличие полной свободы действия для игрока, где ты можешь делать все, что только пожелаешь, и решить задачи так, как посчитаешь нужным. Порадует любителей жанра и уникальная рисовка, дополненная крутыми визуальными эффектами и звуковым сопровождением. Sea of Craft – игровой проект, который сочетает в себе жанр приключения и строительного симулятора на основе физики. Для начала стоит отметить большие возможности для игрока, где тот сумеет воспользоваться богатым, как оружейным, так и строительным арсеналом, чтобы добиться поставленной цели. Проявить свою фантазию и сотворить что-то совершенно уникальное и необычное. Что касается общей атмосферы, то она здесь максимально реалистична, чего авторы сумели добиться за счет визуальной составляющей, звукового сопровождения и учета физических законов. События отправляют нас на просторы Белого Южного Моря, где ты будешь развивать свою основную деятельность, бороться с многочисленными преградами, а также разгадывать тайны. Игра является многопользовательской, что позволит тебе здорово провести время в компании друзей и людей со всего мира. Морские глубины скрывают в себе немало жутких монстров, к атаке которых необходимо как следует подготовиться. Срази всех врагов, которые посмеют стать пианой пути и добейся успеха, обретя несметные богатства. The Planet Crafter Игровой проект, разработанный в жанре симулятора, где мы отправляемся на исследование космических просторов и постараемся найти новый дом для человечества. Исполни роль космонавта-колониста, который по своей миссии должен отправиться на изначально непригодную для жизни планету и сделать ее комфортной и безопасной для будущего существования людей. Первым делом отправляйся в разведку, займись исследованием окружения и добычей ценных ресурсов. Тебя ожидает ряд испытаний, справиться с которыми будет не так-то уж просто. Проявить смекалку и навыки стратегического планирования действия, чтобы успешно завершить задание и обрести новый дом человечества. Идея игры довольно интересная, и нам дается масса возможностей для достижения той или иной цели, поэтому скучать просто не будет времени. Графическая рисовка довольно необычна, обладает приятной анимацией и визуальными эффектами, а звуковое сопровождение создает особую атмосферу, полноценной частью, которой может стать каждый. No One Survived – проект, который отлично составит в себе жанр песочности и выживания, где нам предстоит бороться с коварными и непредсказуемыми противниками. События игры отправляют нас на просторы мира, переживающего зомби-апокалипсис. Изначально тебе необходимо создать собственного персонажа, наделив его уникальными как внешними, так и внутренними характеристиками, которые впоследствии будут влиять на ход событий. Первым делом отправляйся изучать окружение, ведь каждая локация содержит в себе полезные ресурсы, вооружения и атрибуты защиты. Проявляй активность, развивай навыки стратегического планирования, ведь это повысит шансы на победу. Враги будут самыми разными, а также обладать способностью увеличивать свою силу, поэтому нужно находить подход к каждому виду. Графика игры довольно реалистичная и продуманная, что позволит тебе стать полноценной частью этой игры. Вот и подходит к концу наше путешествие по увлекательному миру песочниц для ПК. Надеюсь, что вам удалось найти в этом списке что-то новое и интересное для себя. Помните, в песочницах нет предела вашей фантазии, и каждый игрок может создать нечто уникальное и неповторимое. Так что не бойтесь экспериментировать и совершать свои маленькие виртуальные чудеса. И не забудьте подписаться на мой канал и оставить свои комментарии о вашем опыте игры в песочнице. В следующем видео мы снова погрузимся в новую увлекательную тему. До скорой встречи, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова